Севастополь 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 Произведения на южном берегу Крыма из дворянских усадеб, коллекция из Нового Света Льва Сергеевича Голицына, которого больше знают как винодела, а у него прекрасные малые голландцы, малые фламандцы 17 века. Коллекция Демидова, французское искусство, замечательные коллекции княгини Борятинской. И основу западноевропейского искусства у нас составляют произведения из летней царской резиденции Ливадийского дворца. А я напомню, что в 1911 году по указу Николая II часть работ из Эрмитажа была передана для украшения летней резиденции. И это подтверждает уникальность и ценность произведений. А что же с полотнами русского искусства? Часть из них тоже поступила из царских собраний, из южнобережных коллекций и даже из севастопольских коллекций. Но многие произведения уже в 1924 году, в декабре, собирались именно для Севастопольского музея. Два с половиной года не могли найти помещение у нас в городе, поэтому только 6 ноября были открыты двери картинной галереи. Но произведения из замечательных коллекций московских собраний и уже тогда ленинградских, а ранее петербургских коллекционеров. И вот все вместе это и создает коллекцию музея. В дни празднования юбилея музея не случайно выпадает дата, это день рождения самого Михаила Павловича Крашицкого, выпадает на 17 ноября. Ну и, конечно же, нельзя переоценить его легендарное спасение самой коллекции в дни Великой Отечественной войны. Расскажите об этом подробнее. Вы правы. Буквально два слова. Ведь первым директором Севастопольской картинной галереи был замечательный знаток искусства, даже так скажем, Анатолий Григорьевич Коренев. И у него в штате был один научный сотрудник. Это был севастополец, причем потомственный, Михаил Павлович Крашицкий. Затем он уедет в Воронеж и вернется в 1939 году. Он станет с декабря месяца директором. Музей за эти годы комплектовался, расширялся, проводилась работа по исследованию полотен, и не только полотен, и произведения декоративно-прикладного искусства. И вместе с тем велась пропагандистская работа, лекции читались, экскурсии водились. А вот когда Михаил Павлович Крашицкий стал директором музея, а он художник по образованию, учился в Петербургской академии художеств, то наступили самые драматичные времена. Дело в том, что когда началась Великая Отечественная война, местные власти, и, наверное, можно их понять, издают указ о том, что город, несмотря на осадное положение, живет мирной жизнью. И музей функционирует. Я не буду напоминать, как трагично закончилась история с панорамой, как ее спасали уже летом 1942 года. И Михаил Павлович Крашицкий в декабре 1941 года вывезет из осажденного Севастополя, нарушив приказ военного времени, он вывезет нашу коллекцию. Более 1300 экспонатов. Причем это будет живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, фарфор, фаянс, легендарный, просто знаменитый мейсонский фарфор 18-19 века, в Эджвусский фаянс, затем часть научной библиотеки, дореволюционные журналы, монографии. Мало того, о чем не очень, наверное, мы говорим часто, но многие произведения у нас в собственных рамах, работы 16-17 века, итальянского, фламандского, голландского искусства, в рамах 18-19 веков. И все это один человек. Дело в том, что он уже в октябре снимает всю коллекцию, а в декабре он две месяца дежурит на Царской пристани, и ему в ночь с 11 на 12 декабря дают 30 минут на погрузку. Транспорт уходит, и ящики, более 100 ящиков, сначала заносят морячки, которых он уговорил просто, последние ящики закидывают, и самый последний ящик падает в воду, где находились его личные вещи, где несколько произведений находилось. И дальше этот человек стал перед выбором, что делать. Здесь остается мать, жена, двое детей, а картины наши уходят. И все мы взрослые люди, мы прекрасно понимаем, что время-то было, когда и мародерство, и с этим можно было столкнуться, происходило, к сожалению. И он отправляется в путь без документов, бесконечного пункта, без денег, без права на вывоз. Он только понимает, что из города, который бомбят, нужно вывести коллекцию. Он сначала едет на Кавказ. На Кавказе на работах обнаруживает самое опасное, что может для картин быть, это плесенный грибок, и понимает, что надо сушить. Он раскантовывает все ящики, работы сушит на солнышке, а дальше получает страшное известие, что семья в бомбёжку здесь погибла. И только в 1943 году он напишет письмо родственникам жены, и оттуда придёт весточка, что Нина Ивановна... Потому что семья жива. Не вся, к сожалению. Нина Ивановна понесёт на пристань обед, на царскую пристань. И в это время маленькая дочка Оксана, как Нина Ивановна говорила, увязалась за мной. А потом говорит, слава богу, что увязалась. Потому что осколком снаряда разбила дом его мать, и маленького мальчика сына придавила. Так что Нина Ивановна без мужа с дочкой её самолётом отправят на Большую Землю. А что же было с нашими картинами? А наши картины переезжали из одного города в другой, и негде было разместить их. В Грузии дали согласие на то, чтобы на время войны коллекция сохранилась у них. Но при одном условии, что коллекция после войны останется в Грузии. И Михаил Павлович собирает опять все произведения и везёт дальше. Кавказ, Средняя Азия, 43 перегрузки вручную. Он один сопровождает. 11 тысяч километров проехали наши картины. Я подчёркиваю, это Кавказ, Средняя Азия. И только уже в дороге, его догонит двойной оклад, и только в дороге он получит конечный пункт назначения, далёкий сибирский город Томск. И когда в Томск привезут, солдатики будут открывать двери теплушки. Картины будут, ящики с картинами будут. А человека не найдут, потому что он без сознания будет. С температурой 40, с корпозным воспалением, и почки, и лёгкие воспаления было. Но болеть некогда на войне было. И он понимает, что эти произведения надо сохранить. Произведения надо было сохранить. А что же дальше? До 1945 года коллекция находилась в Томске. И если послушать музейщиков из Томска, сотрудников художественного музея, они с таким пиететом и преклонением говорят о подвиге Крошицкого. И причём искренно, истинно, как о выдающемся музейщике Советского Союза. В 1945 году, когда освободят уже нашу страну, а Севастополь на год раньше, приедет Нина Ивановна, и она будет сопровождать вместе с Михаилом Палычем, его супруга, сопровождать коллекцию в Симферополь. Но знаете, что самое, наверное, не просто щемительное, а драматичное. В Севастополь коллекцию привезти не могут, потому что здание, где был музей, на этом месте будет воронка, здание было разбито, полностью уничтожено. И если бы он не вывез, мы понимаем, что эти произведения были бы уничтожены. У нас бы не было ни повода отметить 90-летний юбилей. Мы не могли бы подарить людям встречу с итальянским искусством 16-17 веков, с голландским, фламандским, французским, русским искусством 19-го, начало 20-го века. И когда мы говорим, и немножечко смущаемся говорить слово «подвиг», но то, что сделал этот человек, это, конечно, безусловно, подвиг. 11 лет наши картины, наше декоративно-прикладное искусство, графические работы, и даже скульптуру, бронзу небольшую он вывез. Он не смог вывезти мебель, он не смог вывезти габаритную скульптуру, он не вез свои произведения и своего дядьки, художника Михаила Потапыча, Крошечкина-Крошицкого, но самую ценную часть коллекции он спасает. И 11 долгих лет решается вопрос, кому оставить коллекцию? Городу или области? Симферополь, областной город. И опять Крошицкий настаивает, пишет во все инстанции, галерея принадлежит Севастополю, что коллекцию должна вернуть в Севастополь. И вновь к юбилею революции в 1956 году, 6 ноября, открывает двери картинная галерея, но уже в Севастополе, рядом с Владимирским собором, очень тесное помещение детского сада. Там первоначально два года находилась коллекция, и только в 1958 году она переезжает в этот красивейший дом конца XIX века. Так что вот такая история. И мне кажется, что очень всерьез работали-поработали, и надо им поклониться члены клуба «Любители истории города», потому что по их инициативе в 1991 году музею севастопольскому художественному присловили имя директора, хотя это не модно было, директора музея Михаила Павловича Крошицкого. Людмила Константиновна, с замиранием сердца слушаю вас, и понимаю, насколько эта информация затронет сердца жителей Севастополя. И я знаю, что у вас будет проходить очень плотная, такая, скажем, событийная программа мероприятий, посвященная юбилею музея. Что будет? Мне, конечно же, всех хочется как бы адресовать к сайту музея, где подробно расписаны все программы. Ну, в общих чертах. Да. Чтобы заинтересовать. Но первое, что хочется и куда пригласить. 3 ноября мы в канун 90-летия как раз-таки открываем две выставки, и одна из них с очень точным названием называется эта выставка «Спасенные шедевры», где будут представлены небольшая часть работ, включая и постоянную экспозицию, которые совершили этот, ну, грандиозный путь, и которые спас для Севастополя Михаил Павлович Крошицкий. Затем 5 ноября о музее, об открытиях научных. Состоится лекция у нас в музее, это бесплатное посещение лекции будет, Севастопольский художественный музей. А дальше у нас будет декада изобразительного искусства или декада памяти. И каждый вечер в выходные дни будет в 3 часа, а в будние дни в 5 часов, поэтому я говорю вечер. И каждый, это будут и музыкальные, на любой вкус, и музыкальные, значит, вечера, и поэтические, и встречи с художниками. Мне кажется, многим севастопольцам на любой вкус это будет интересно. Это подарок интеллигенции Севастополя нашему музею. Людмила Константиновна, что бы Вы пожелали Вашим коллегам, и прежде всего, и жителям города Севастополя в преддверии таких праздничных? Во-первых, наверное, самое главное, это ценить не только подвиг Крошицкого, а и тех людей, которые создавали эту коллекцию, собирали эту коллекцию. Во-вторых, исследовать произведения, потому что еще огромное количество тайн и загадок у наших картин, и они потихонечку открываются, обретают свои доподлинные имена, авторство, датировки уточняются, и судьбы этих картин уточняются. А еще мне хочется пожелать, чтобы нам вместе всем было интересно. И севастопольцам было интересно слушать сотрудников, общаться с ними, чтобы сотрудникам было интересно ходить по мастерским, комплектовать нашу коллекцию. И Вы знаете, наверное, это тоже часть жизни нашего города. Людмила Константиновна, мне было сегодня невероятно интересно общаться с Вами. Спасибо, что сегодня приняли участие в нашей программе «Дорогие друзья». Я напомню, что сегодня мы общались с заместителем директора Севастопольского художественного музея имени Михаила Павловича Крошицкого Людмилы Константиновной Смирновой. А мы увидимся в программе «Время Х» на информационном канале Севастополя. В студии работала Мария Боленская. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова